Это программа «Качество жизни». С вами доктор Зайцев. Здравствуйте! Недавно на базе Николаевской областной больницы была проведена акция с участием ведущих специалистов Научно-исследовательского института сердечно-сосудистой хирургии имени академика Николая Михайловича Амосова. Эта акция проводилась по всеукраинскому проекту «Остановим эпидемию сердечно-сосудистых катастроф». Принимали в ней участие все ведущие специалисты данного института. Возглавлял эту акцию главный кардиохирург Украины Константин Владимирович Руденко. В программе акции были проведены научно-практическая конференция для врачей-кардиологов, для врачей семейной практики, а также для других специальностей. Затем был проведен мастер-класс по консультациям больных, отбору больных для дальнейшего обследования и лечения в институте имени Амосова. И в заключении была проведена пресс-конференция для средств массовой информации Николаевской области. Целью этой конференции была популяризация здорового образа жизни, профилактики заболеваний, которые могут привести к сердечно-сосудистым катастрофам. И, конечно же, о тех современных возможностях лечения тех или иных заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой патологией. Мы предлагаем вам посмотреть интервью с ведущими специалистами. Константин Владимирович, акция, которую проводите вы со своими сотрудниками института имени Николая Михайловича Амосова в рамках проекта всеукраинского прекратить или предотвратить эпидемию сердечно-сосудистых катастроф. Это стратегия самого института или же это и стратегия нашего Министерства здравоохранения? Я думаю, что это стратегия нашего государства должна быть, потому что, я сегодня говорил уже на конференции, в структуре смертности нашего украинского народа проблемы сердца и сосудов имеют решающую роль. 66-68% граждан наших умирают от болезней сердца и магистральных сосудов. Поэтому уделить внимание и считать приоритетным это направление – это наша задача. В следствии этого мы хотим обратить внимание на то, что не только проблемы спида, туберкулеза, которые широко известны нашей общественности, имеют место, а именно те причины, из-за которых, собственно говоря, и умирают украинцы – это болезни сердца и сосудов. Поэтому с такой акцией мы сейчас находимся уже в 19-й области за последние 7 месяцев. То есть достаточно такой интенсивный, плотный график мы для себя выбрали. Сегодня проходит конференция для кардиологов, врачей семейной практики. Параллельно проходит сателлитный симпозиум для детских врачей и акушеров, и гинекологов. Наши специалисты с института Амосова проводят осмотры детей и взрослых с современной техникой, с УЗИ-аппаратурой. И по результатам сегодняшней конференции, осмотров, и, безусловно, я буду знакомиться с состоянием самой кардиологической и кардиохирургической помощи в регионе, будет встреча с руководством региона, которое отвечает за это направление. Поэтому я думаю, что первые впечатления у нас позитивные, то, как организована работа, как организована сегодняшняя конференция. Безусловно, те цифры, которые мы сегодня видим, они далеки от идеала. Тем не менее, есть коллектив, и те люди, которые возглавляют кардиологию, кардиохирургии, они понимают, в каком направлении двигаться. Безусловно, проблематика в отсутствии необходимой помощи в отношении расходных материалов и оборудования. Но это все, я думаю, поправимо, и будем сегодня обсуждать с руководством области. Вы делали акцент в отношении развития кардиохирургической службы именно региональной. Скажите, пожалуйста, это имеет смысл развивать кардиохирургическую службу в регионах? Или же все-таки имеет смысл сосредотачиваться на головных институтах, как это было всегда? Вы знаете, это проблема и вопрос очень важный. Но мы должны для наших телесрителей сказать о том, что есть нозологи, есть болезни, которые, безусловно, лучше лечатся в Киеве и необходимо направлять туда. Но, коротко, небольшая справка. У нас в Украине существует 22 кардиохирургических центра, да, больших, в которых оперируют на открытом сердце, с искусственным кровообращением. За прошлый год по Украине сделано 24 тысячи операций. Центры сделали немного больше 18 тысяч. И смертность или летальность после оперативных вмешательств сопоставима с ведущим институтом Украины, институтом Амосова. То есть мы должны говорить о том, что региональные центры научились оперировать, есть хорошие специалисты. Поэтому те болезни, которые требуют безотлагательного вмешательства, как острый коронарный синдром, инфаркт миокарда и другие, о которых мы сегодня говорим, это и опухоли, и детская патология экстренная, то необходимо, чтобы специалисты на местах имели возможность и знания для оказания этой помощи. Поэтому все же развитие регионального центра, в данном случае в Николаеве, который бы мог бы область курировать, это важная составляющая. Ваше отношение к национальной программе, которая предусматривала борьбу с гипертонической болезнью, которая закончилась, к сожалению, в 2010 году. И вот сегодня с позиции нуждаемости и показаний для оперативных вмешательств и для осуществления самой программы борьба с эпидемией сердечно-сосудистой патологии, основная финансовая нагрузка ложится на плечи наших пациентов. Предусматривает ли какие-то изменения и министерство в плане финансирования по приобретению расходных материалов при необходимости оперативных вмешательств? Действительно важный вопрос, потому что кардиохирургия сама по себе это достаточно финансово затратное, емкое действительно направление медицины, поэтому наиболее, наверное, емкое. Поэтому, безусловно, без поддержки государства ничего мы не сдвинем с мертвой точки. Поэтому вот те вопросы, которые на коллегии министерства поднимались позавчера буквально, не говорят о том, что идентифицировать проведение этих закупок, централизованных закупок, потому что это миллионы, это сотни миллионов гривен, которые должны быть в кратчайшие сроки использованы на закупку медикаментов и розданы по областям. Только в этом случае имеет смысл тогда говорить о какой-то программе, потому что сейчас, на данный момент, к сожалению, области и вот эти программы, они предоставлены сами себе, и только за счет местных субвенций и существует это направление оказания помощи. Поэтому, безусловно, централизованная помощь, она необходима. Другой момент по государственным программам. Действительно, вы правильно сказали, что государственная программа по лечению сердечно-сосудистой патологии была закончена в 2010 году. С тех пор этих программ централизованных нет, которые были бы дорожной картой для всех хирургов, кардио и кардиологов. Понимаете, поэтому сейчас мы и пытаемся с помощью нашей программы сделать снова для будущей программы. Что касается программы по реимбурсации, так называемой, при гипертонической болезни сердца, когда часть средств возвращалась пациентам, за счет этого имела возможность пациенты наши большее количество медикаментов закупать и оказывается помощь, то здесь следует сказать, что состояние по гипертонической болезни начало все-таки улучшаться незначительно. По тем последним данным статистики, которые есть за 2014 год, все-таки прорыв небольшой, но он произошел. Потому что, если говорить сухими цифрами, мы проанализировали с 2006 по 2013 год количество больных гипертонической болезнью, и оно практически не менялось. 11-12 миллионов было ежегодно пациентов. Вы представляете, какая огромная цифра в рамках нашего государства. Поэтому в этом году задекларирована министерством программа по реимбурсации пациентам с больным с сахарным диабетом. К сожалению, программа по гипертонии прекращена. Поэтому вот несколько отсутствия последовательной политики государственной в этом направлении, оно и приводит к таким вот последствиям, очень негативным и катастрофическим, я бы сказал. Ваша программа называется или проект «Эпидемия». Это не только относится, конечно же, к Украине, потому что сердечно-сосудистая патология имеет очень большое развитие. Я просто, чтобы не заканчивать на минорной ноте нашу с вами беседу, хочу сказать, что наше здравоохранение, украинское здравоохранение, в общем, имеет опыт борьбы вообще с эпидемией. В свое время, помните, была эпидемия холеры и так далее. Благополучно справились, и сегодня она не представляет большой угрозы. Хочется надеяться и с вашей помощью, с вашим энтузиазмом, что эпидемия сердечно-сосудистой патологии тоже пойдет на убыль. Я вам очень признателен за ту возможность сегодня выступить. И я хочу сказать, что это армия семейных врачей, кардиологов, которые сегодня присутствуют в зале. Это действительно наши помощники, наши те люди, которые одной мысли, в одном направлении думают с нами и работают. Поэтому вот с помощью вот этой действительно армии и кардиологов, и кардиохирургов в ближайшие годы, возможно, эту ситуацию изменить коренным образом. Константин Владимирович, я признателен вам за то, что вы уделили нам время. И остается только пожелать, чтобы нам хватило всем сил для того, чтобы осуществлять и притворять в жизнь те наши намерения, которые направлены на улучшение здравоохранения, здоровья людей. И, естественно, их качество жизни. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Кардиоцентр Николаевской областной больницы проводит огромную работу по выявлению и лечению тех или иных отклонений в сердечно-сосудистой системе и, естественно, по коррекции дальнейшего лечения. О перспективах развития кардиохирургии в Николаевской области нам рассказал заведующий кардиоцентром, кандидат медицинских наук Александр Владимирович Шабельянов. Александр Владимирович, акция, которую сегодня проводит Институт Амосова, направлена на осуществление проекта по ликвидации эпидемии сердечно-сосудистых катастроф. Мы неоднократно с вами в программах освещали эту проблему. И то, что делает кардиоцентр, всем ясно и понятно. Мы говорили, куда обращаться, зачем нужно обращаться. И, тем не менее, существует кардиохирургия. Какие на сегодняшний день практические предпосылки для развития или сохранения тех основ, которыми вы уже сегодня располагаете в кардиохирургии? То, что у нас на сегодняшний день делается, мы должны сохранить прежде всего и приумножить в том плане, что мы должны улучшить прежде всего диагностическую базу, улучшить обеспечение кадрами и материально-техническое обеспечение, то есть лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, как это кардиостимуляторы, стенты, наборы для коронарографии и так далее. Но вопрос, который поднимается на сегодняшней конференции и то, что предполагается сделать по областям, я думаю, что рано или поздно он станет. Почему? Потому что количество больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, смертность в том числе, она из года в год возрастает, не только в нашей стране, но и в этой мировой статистики во всех развитых странах. И неизбежно улучшение диагностики этой патологии, оно приведет к тому, что вопрос станет развитие полноценной кардиохирургической помощи у нас в области. И так, конечно, всех пациентов, которые нуждаются, в сложные случаи мы направляем в центры, в Киев, раньше мы в Донецк, в Одессу направляли, но я думаю, что с увеличением потока пациентов эти центры не будут справляться. Ясно. Александр Владимирович, ну вот кардиология существует уже довольно давно, как наука и как дисциплина. А кардиохирургия, ну, относительно в региональном плане, это молодая, в общем-то, отрасль. И тем не менее, как вот изменилась тактика лечения, допустим, тех же инфарктов от таблеток к инновационным технологиям, которыми вы сегодня располагаете? Если мы применяем новейшие методики, то как бы интервенционные технологии, там, стентирование коронарных артерий, аортокоронарное жунтирование, человек возвращается к полноценному труду, он чувствует себя хорошо. Да, медикаменты он должен принимать, это не означает полный отказ от приема медикаментов, но он становится полноценным, ведет полноценную жизнь. Он работает, воспитывает детей, внуков, у кого есть, и радуется жизни. То есть прогресс произошел в значительном улучшении качества жизни. Определенный интерес для кардиохирургов являются больные с пороками сердца. Об этих проблемах и о новейших достижениях в области кардиохирургии именно по этой проблеме рассказал доктор медицинских наук Владимир Вячеславович Попов. С момента, когда пионер кардиохирургии Николай Михайлович Амосов сделал операцию по протезированию клапанов сердца, прошло очень много лет. Скажите, пожалуйста, и первые операции вошли уже в историю, понятное дело. И вот на сегодняшний день, какова причина все-таки существования пороков сердца, которые требуют оперативного вмешательства, протезирования? Вроде бы уже это и не эпидемия ревматизма, мы с ревматизмом как-то вроде бы уже успокоились. И тем не менее, что является причиной развития пороков сердца, которые требуют оперативного вмешательства? Ну, во-первых, вопрос, конечно, очень важный, и для социума, чтобы люди понимали, насколько важна профилактика многих, в том числе и проявление ревматизма. Во-первых, это чтобы не было запущенной ангины, которая часто иногда лечит. Вот у детишек начинают, вот горлышко поболело вроде, ну ничего, пускай пройдет. Вот такие часто повторяющиеся ангины, они потом могут привести к тому, что возникает ревматизм у пациентов. Многие приходят к нам и говорят, что никогда не болел в жизни, вроде ничего не было. Потом, когда пациенту начинаешь выяснять его, это называется в медицине понятие анамнез, а получается, что одна ангина, вторая, третья и как бы нелеченая. Поэтому вот это первое, нужно обратить внимание, чтобы не было таких случаев. Если есть упорные танзелиты, называется танзелит, то, конечно же, нужно обращаться к врачу. Если есть показания, то удалять миндалины, которые являются источником инфицирования, инфекции у пациентов. Поэтому, конечно, определенный сегмент ревматин-сюки занимает. Вторая причина, которая в последнее время немножко заглеснула наше общество, это последние лет 20, особенно после Чернобыля. К сожалению, Чернобыль снизил сильно иммунное состояние, очень сильно состояние населения. Об этом надо учить. Техногенная нагрузка, которая идет во многих регионах, особенно по Донбассу, особенно Кривой Рог, например, такие там, где очень большая техногенная нагрузка. Это тоже влияет, естественно, сниженная иммунная система. Даже 2-3 перенесенные ангины могут давать такой статус ревматический или ревматоидный, который проводит поражение клапанов. Так вот, волна захлестнула пациентов, у которых имеет место инфекционное осложнение. То есть не вовремя пролеченная пневмония, не вовремя какое-то переохлаждение, которое имело место, не вовремя назначенной антибиотики. Пациент занимался самолечением и, к сожалению, привело к тому, что у него у нас в фоне ослабленного иммунитета прогрессировала инфекция, которая дала свой отсев на клапаны. Клапаны поражены и приходится через какое-то время вмешательство для того, чтобы этот клапан нужно менять. Ну и возрастной аспект. Самая главная чаще всего причина, когда есть какие-то, кроме врожденных аномалий, на самом клапане, который проявляет себя, как правило, в 40-50 лет, как правило, возрастные изменения, когда люди неправильно питаются. Избыточное в старшем возрасте употребление молочных продуктов, которые люди как бы неосознанно думают, что молочные продукты это нужно много употреблять, содержащие холестериновые диеты, это макароны, вемишель в больших количествах, избыток сладкого на фоне сахарного диабета, то, что может приводить к поражению створок артального клапана, они деградируются, кальцифицируются, и мы тогда выполняем операцию с кармой пациента после старше 60 лет. Поэтому тут нужно пересмотреть диету, и вот такое вот, то, что в раннем возрасте, когда формирование идет организма до 20 лет, молочные продукты, естественно, показаны, в старшем возрасте такие количества не нужно. Ну и кроме того, часто бывает пациент, вот мы сейчас из зоны АТО оперируем, некоторых, которые дотренированы, начали дать быстрые физические нагрузки, волонтеры, которые попадают, у нас уже 5 пациентов прооперировано, и он начал давать нагрузки, и рвутся хорды метрального клапана, и возникает метральная недостаточность чисто драматического генеза. Поэтому любая физическая нагрузка, она должна быть не рывкового порядка, не скачкообразная, а должна быть подготовка, и постепенная нагрузка, тогда вот это не происходит. Вот, в принципе, основные причины, которые могут формировать дисфункцию клапанов, и то, что приводит пациенту, необходимо приходить к нам на хирургическую коррекцию. Вот Вы сейчас отметили и уделили внимание и в своем сообщении на конференции инфекционному эндокардиту. Это очень серьезное, в общем-то, заболевание, которое влечет за собой колоссальные последствия, да, и в плане сердечно-сосудистых, и сосудов головного мозга находит отражение. Это как последствия уже, но после, повторяю, всплеск пациентов, у которых имеет место инфекционный эндокардит, начал наблюдаться после Чернобыля. 86-й год, это был тем пиком, при котором мы увеличили в три раза прирост количества пациентов, которые имеют место с инфекционным эндокардитом. Он, как правило, может быть на фоне уже существующего порока клапанной патологии, и он усиливает течение этих пациентов. Это нужно принять во внимание. Но обязательно во всех случаях пациент не может заниматься самолечением. Он обязательно должен обратиться к специалистам, желательно консультация кардиохирурга для оценки ситуации, не заниматься долго приемом антибактериальных препаратов, которые только усугубляют картину. Нужно решить проблему радикально, сделать коррекцию, устранить микроб. Это, в принципе, даст эффект. Но вот инфекционный эндокардит, это немножко тот из тех знаковых заболеваний, которые мы отмечаем последние 20 лет. Вот это то, что сейчас... Вы сейчас отметили и подчеркнули, что вот иммунная депрессия, она сегодня очень, так сказать, изменила ход ряда заболеваний, которые действительно и протекают с рецидивами, и дают колоссальные осложнения. А теперь еще такой вопрос, наверное, он будет интересовать наших телезрителей, в том плане, что какие сегодня методы исследования нужно пройти человеку для того, чтобы убедиться, что у него не развивается вот этот самый порог, и не нарушаются створки, и что ему дальше ничего не грозит? Основным методом, кроме электрокардиографии, к которому часто привыкли наши повседневные, любой гражданин Украины, обязательно есть такое понятие эхокардиография. Это ультразвуковое исследование структур сердца. Оно достаточно распространено уже последние 30 лет на всей территории Украины есть. Опыт у специалистов увеличивается, достаточно большой опыт есть в рамках областной больницы, я знаю, что в городском центре, тоже кардиологическом, то здесь специально обученные эндоскардиографические мастера, которые владеют методикой. Ну и самое главное, это то, наверное, нужно сделать выводы для наших телезрителей и существующих пациентов, и потенциальных. Ну, первое главное заповедь – это профилактика. Значит, для того, чтобы сохранить свое здоровье в надежных руках у семейных врачей, это очень важная на сегодняшний день дисциплина, которая, я считаю, получила такое серьезное развитие, это обязательно хотя бы раз в год, чтобы инструментально пациент был осмотрен. Пускай он трижды здоров, все благоприятно, но раз в году он должен пройти все инструментальные обследования, особенно у пациентов старше 50 лет. Тогда будет все благоприятно. Уровень современных кардиологов, специалистов, которые в Николаевской области мы наблюдаем, а я сотрудничаю в мой отдел с 1999 года с Александром Владимировичем Шибельяновым. При обсуждении многих пациентов, кардиологических, которых нужно принять взвешенные решения, получаем в результате обсуждения правильный ход лечения. Поэтому очень рекомендую, после старше 50 лет, чтобы пациенты обязательно обращались к специалистам для комплексного обследования. Владимир Вячеславович, огромное вам спасибо. Вам также все благ, благополучия Николаевской области и все на лучшее. Спасибо большое. О врожденных пороках и методах их современной коррекции рассказала эндоваскулярный хирург Наталья Сергеевна Ящук. Скажите, пожалуйста, насколько актуальна сегодня проблема врожденных пороков сердца? Наверное, и у взрослых, и у детей. Проблема очень актуальна, потому что ежегодно из роддомов выписывается в Штатах около 300 детей с недиагностированными врожденными пороками. В Украине эта цифра гораздо больше. Все наши граждане должны знать, что врожденный порок – это не катастрофа, что ребенок при этом не прелечен, что на Украине тоже лечатся врожденные пороки. На Украине тоже есть хорошие результаты по лечению врожденных пороков сердца. Скажите, врожденные пороки, они представляют собой интерес для врача именно в юном возрасте, в самом молодом или во взрослом состоянии? Где больше, в общем-то, проблем? Есть врожденные пороки, которые себя никак не проявляют во время рождения. И мы иногда видим пациента с врожденным пороком в 70 лет, и который у него появился именно в этом возрасте. То есть никаких признаков сердечной недостаточности он… Она может появиться только во взрослом возрасте. В взрослом состоянии. Вот Вы сказали, что в раннем возрасте из роддомов выписывается определенное количество деток не с диагностированными пороками. Скажите, какие методы диагностики? Доступны ли они везде? Почему пропускаются пороки в детском возрасте? Эти методы диагностики доступны на Украине. К сожалению, не везде, но, я думаю, наше государство старается расширить возможности всех центров и всех точек Украины. В основном это пренатальная УЗИ диагностика. У сердца после 24 недели, у ребенка, у плода после 24 недели беременности можно хорошо рассмотреть сердце и все его структуры. И определить уже на этом уровне наличие врожденного порока сердца. Я хочу сказать, что до эпохи УЗИ диагностики самым главным инструментом для постановки диагноза нарушения именно кровообращения, связанного с пороками, был просто фонендоскоп. Что сегодня нельзя послушать новорожденного и определить шум и так далее? К сожалению, нет. В нашем случае УЗИ диагностика – это золотой стандарт диагностики врожденных пороков сердца. Если у нас нет УЗИ, то мы не имеем права заниматься этой патологией. И с появлением УЗИ очень-очень многим людям удалось выжить и вовремя диагностировать порок. То есть соблюдение протоколов обеспечивает раннюю диагностику и дальнейший прогноз более благоприятный. Вот сегодня с развитием инновационных технологий в медицинской практике, в частности в кардиохирургии, скажите, пожалуйста, сегодня эти методы лечения, насколько они эффективны и насколько они затратны? И кто несет эти затраты? Это очень важно для наших пациентов. На сегодняшний момент появились новые методики, малоинвазивные, которые разрешают не проводить для лечения врожденных пороков сердца, искусственное кровообращение и разрез грудной клетки. Есть методики, которые позволяют через маленький прокол под контролем рентгена выполнить операцию по лечению врожденного порока сердца. Скажите, пожалуйста, что можно вообще посоветовать родителям, в частности, и тем, кто нуждается в решении этих проблем, связанных с пороком сердца, чтобы дать им возможность с оптимизмом смотреть в будущее? Я думаю, регулярный осмотр у своего педиатра, который, я уверена, вовремя направит к нужному специалисту, решит все проблемы. Ясно. Это что касается детей. А если уже у человека сформировался порок во взрослом возрасте, что ему дальше делать? Я знаю, каждый взрослый человек знает симптомы сердечной недостаточности. Это боль, это отеки, это дышка. Если у человека есть подобные симптомы, он должен обратиться к врачу. Все правильно. Я думаю, что нашим телезрителям будет понятно, что здесь никаких рекомендаций по лечению и по предотвращению данного заболевания мы не даем. И самое главное, что все в ваших руках. Следите за своим здоровьем, вовремя обращайте к семейному врачу, а врач уже определится, какие методы обследования вам необходимы, для того, чтобы установить правильный диагноз. И тогда, я уверен, у вас будет сохранено качество жизни. О значимости данной акции говорит сам факт о том, что приехали ведущие специалисты, которые провели, как я уже сказал, мастер-класс, пресс-конференцию и научно-практическую конференцию. И пропагандировали, естественно, здоровый образ жизни. Залог здоровья прежде всего – это профилактическая направленность. Лучше и легче предупредить заболевания, в том числе и сердечно-сосудистые, чем их лечить. На этом я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. С вами был доктор Зайцев. До свидания. Не болейте. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова